Глубоко уважаемый президиум, члены президиума, глубоко уважаемые коллеги. Ну да, проблема эндометриоза, она остается актуальной. И на сегодняшний день мы видим, что и не только гинекологи, и онкологи очень тщательно этим вопросом занимаются. Но в продолжении всех сегодняшних докладов, которые были, здесь сразу надо, наверное, сказать о том, что все эти заболевания, они объединяются в одну общую такую проблему гиперпролиферативных заболеваний в гинекологии и сочетанная патология матки, гиперплазеиндометрия, миома, эндометриоз, опухолеподобное образование яичников. Это вот все как раз то, что является предметом разговора в сегодняшних сессиях. Ну, если обследовать полноценно пациентку, то мы обязательно увидим еще и повышенную пролиферативную активность в других гормонально зависимых органах. Это щитовидная железа, обязательно заинтересована ткань молочной железы, надпочечники, печень, желудочно-кишечный тракт уже в косвенном образом, гипофиз. То есть надо подходить комплексно к пониманию проблемы пролиферативных заболеваний, и тогда мы можем уже понимать, что если имеется опухолеподобное образование в малом тазу, обязательно надо проводить комплексно обследование пациентки. И наоборот, уже говорим, что если имеется проблема в молочных железах, обязательно обследуем ткань органы малого таза. Теорий происхождения эндометриоза много. Это и то, что самая простая и объяснимая имплантационная теория, и ядрогенная теория, и наследственный характер заболеваний. Мы, наследственность, видим и проблемами миомы матки, и в эндометриозе, когда у девочек, не рожавших, не живущих половой жизнью, мы уже обнаруживаем те или иные проявления эндометриоза. Но говорили о том, что эндометриоз является загадкой XX века, теперь будем говорить, что эндометриоз является загадкой XXI века. Причина развития эндометриоза, так же, как и миомы, начинается с тех или иных регенературных каких-то проявлений, а потом уже приобретают черты истинного опухолевого роста. Менструальный заброс крови бывает у каждой женщины, но не у каждой женщины развивается эндометриоз. И одна из теорий развития эндометриоза – это то, что было предложено Ириной Степановной Сидоровой, моим учителем, то, что если имеется уже гиперплазированный эндометрий, и он имплантируется на брюшину, на маточные трубы, на ткани яичников, и вот тогда уже гиперплазированный эндометрий с его повышенными ангезивными, инфильтративными, имплантационными свойствами, пролиферативными свойствами, повышенным ангиогенезом, он будет причиной развития эндометриоза. И уже в последующем, дальше эндометриоз может приводить к тем или иным патологическим процессам в организме женщины. Две трети пациентов молодого возраста в лучшие годы своей жизни страдают теми или иными признаками эндометриоза. И начиная эндометриоз протекать с становления менструальной функции, в последующем к менопаузе эндометриоз может привести к инвалидности или как само по себе развивающее заболевание, или после проведенных многочисленных оперативных вмешательств. Прекрасный доклад из зонка центра, целиком и полностью поддерживая. То же самое говорим, что два пути развития эндометриоза может быть. Как наследственный характер развития заболевания, так и под воздействием тех или иных факторов. Но посмотрите, длительный анамнез по эндометриозу свыше 15 лет, различные гормональные препараты, наследственная, заместительная менопаузальная гормональная терапия, это все тоже является факторами по малигнизации. И пациентка, у которой эндометриоз развился и был, вернее, диагностирован к 25-30 годам, уже с анамнезом по эндометриозу до около 10 лет, который еще не диагностировали, пациентка к 40-45 годам получает онкологическое заболевание. Где? Вот и получаем, что это или рак молочной железы, или светлоклеточный рак яичников. Поэтому вот мировая статистика, посмотрите, до постановки правильного диагноза эндометриоз пациентки ходят 7-12 лет, это там, а у нас в стране это может быть даже еще и более-менее длительный срок. Эндометриоз и яичников сегодня уже существует мнение. Профессор Коган Евгения Александровна, когда тоже делала свой доклад, там вообще ставила вопрос, эндометриоз и рак – это не одно и то же. Эндометриоз по своей сугубо доброкачественной морфологической картине, начиная, может протекать как злокачественное заболевание. Рецидивирующие течения, имплантационный рост, метастатический характер развития, все молекулярно-биологические признаки истинной опухоли. Эндометриоидные очаги в яичниках подвергаются или непосредственному перерождению через фазу атипичного эндометриоза, который не всегда морфологи могут верифицировать, или это генетическая предрасположенность. Вот это вот очень хорошая картина. То, что мы говорим о том, что это сейчас и наши данные тоже самое подтверждают. Оперируем эндометриоидной кистой яичников и терминология эндометриома. Да, мы говорим, что на сегодняшний день новая гистологическая классификация опухолей и опухолевидных процессов эндометриоз яичников относится уже к истинным опухолям. И это может быть действительно так и надо подходить, потому что если говорить об эндометриоидной кисте и начинаем оперировать одинаковых пациентах с идентичными эндометриоидными кистами в кавычках яичников по 2-3 сантиметра, 5 сантиметров с излитием содержимого брюшной полости, у одной пациентки через какое-то время прекрасно она забеременеет и родит двух-трех детей, а вторая пациентка будет постоянно, принимая гормональную терапию, постоянно у нее рецидив заболевания. 20 с чем-то процентов, посмотрите, стойкая ассоциация с малигнизацией. Значит, если мы говорим, что ранняя диагностика рака, если правильный подход в онкологии уже более-менее все понятно и отработано, вот эти пограничные состояния, они иногда приводят к прогрессированию заболевания. И нет именно вот того термина онкологической настороженности у врачей гинекологического профиля, который может немножко затормозить вот это прогрессирование эндометриоза. Суммарный риск малигнизации при эндометриозе повышается, видите, в 2,5 раза. Светлоклеточные опухоли в 3 раза, эндометриоидные опухоли в 2 раза, низкодифференцированные сирозные опухоли в 2 раза. Вот это и говорим. Или мы это подтверждаем как пролиферативный синдром, или мы тогда уже подходим, что эндометриоз действительно не равно ли онкологическому процессу. Потому что все, видите, весь этот онкогенный потенциал, который обусловлен всеми перечисленными факторами, это все характеристики истинных опухолей. Другие цифры, которые очень интересны. До 80% эндометриоза яичников при гистологическом исследовании выявляет атипичный эндометриоз. Видим мы это в своей практике? Не всегда. Морфологи нам просто дают характеристики эндометриоза, гемоседрин и больше ничего по капсуле. В 25% таких опухолей прослеживается прямая непрерывная взаимосвязь и выявляется широкий спектр предраковых процессов, от самых начальных вплоть до атипичных форм эндометриоза. Видите, что в большинстве случаев эндометриоидная карцинома развивается вследствие малигнизации атипических форм и эктопических форм эндометриоидной ткани через форму именно атипического эндометриоза. Сейчас вот это наше уже исследование по обычному морфологическому строю характеристики, по обычной морфологической характеристике окраска гемотоксилина и азином. Мы уже можем сказать, это активные формы эндометриоза, которые будут постоянно рецидивировать, и это может быть не опухолевидный процесс, а именно уже начало опухоли. Или это неактивная форма, та самая эндометриоидная киста, которую один раз можно прооперировать, и пациентка об этом забудет. Вот активные формы, посмотрите, это уже и выраженные признаки ангиогенеза, и обязательно будут изменения в стромальном компоненте. И первые работы, которые были также у нас проведены на кафедре, показали, что рецидивирует эндометриоз. Почему? Потому что по аналогии с миомой матки происходит множественная закладка зачатков эндометриоидных очагов. Мы, убирая одно клиническое проявление, это кистозное образование, оставляем ткани яичников, и в этой ткани яичников множественные эндометриоидные очаги, которые впоследствии будут давать начало уже новым клиническим признакам эндометриоза. Тоже прогностический фактор, который тоже на сегодня используем, ядерный фактор гепатоцитов 1-бета. Если высокая продукция этого фактора антител, при иммуногистохимическом исследовании мы вправе говорить об истинном характере роста эндометриоидной ткани. И это уже не опухолевидный процесс, это истинный опухоль, как называемая ее, как уже будем говорить, эндометриоидная опухоль доброкачественного, пограничного или, может, даже уже злокачественного течения. Если отсутствует экспрессия, то, конечно, тогда это опухолевидный процесс. Для того, чтобы правильно поставить этот диагноз, полное клиническое обследование, УЗИ иногда так не дает нам полного ответа. Онкомаркеры тоже на сегодняшний день, как уже говорим, и СЕ-125, и HE-4 – это совокупность диагностических всех процедур. Когда мы можем и подумать о опухолевидном процессе, можем уже заподозрить тот или иной злокачественный опухолевый рост. Эндоскопические методы обследования тоже гистероскопия, лапароскопия широкая – это золотая диагностика. МРТ – обязательный метод обследования при наличии особенно сочетанной патологии матки – миома, эндометриоз, гиперплазия эндометрия, наружные формы генитального эндометриоза, инфильтративные формы эндометриоза. По аналогии с опухолевым ростом, видите, методы лечения эндометриоза и консервативные, и хирургические. Но если раньше, вот как бы не пришлось на сегодняшний день говорить о том, что тактика немножко мышления поменяется, 5-7 лет назад хирурги все говорили, основное – это надо удалить хирургический этап. Проводили большие операции расширенные, резекция кишечника, пересадка мочеточников, мочевой пузырь, качество жизни пациенток уменьшается, дефекация нарушается, мочеводелительная функция нарушается, а эффекта никакого нет. И рецидив эндометриоза у каждой второй пациентки через 5 лет. Значит, подход к лечению не только хирургический, но это должны быть и, соответственно, комплексные все лечения. Лапароскопия тоже. С одной стороны, мы готовиться должны на то, что готовы, вот сегодня мы проведем полноценный этап хирургического лечения или нет, или мы, увидя те или иные формы клинического распространения эндометриоза, остановимся или перейдем на лапаротомию, или с привлечением смежных специалистов, хирургов, урологов, или потом переведем пациентку в другое лечебное учреждение. Лапароскопически все классификации говорят только об одном – пациентка забеременеет и родит сама или не забеременеет. Или мы эту пациентку отправляем к специалистам ВРТ. Медикаментозная терапия – она различная. Патогенетическая терапия, как понимаем, вернее, этиологическая, нет вследствие неясности этиологии. Из патогенетических препаратов у нас достаточно много. Но сегодня, опять же, надо понимать то, что говорила Елена Григорьевна вчера в своем докладе по раку эндометрии и беременности. Препараты надо назначать те, которые будут воздействовать на патогенетические механизмы развития. Пролиферацию, ангиогенез. Вот на эти препараты. То есть, если мы будем говорить о тех или иных оральных контрацептивах, подумаем, а может, эстрогенные компоненты будут способствовать прогрессированию заболевания. Поэтому назначаем те препараты, которые обладают достаточно мощным антипролиферативным свойством. У каждого препарата есть свои плюсы, свои минусы. Поэтому здесь мы должны подходить к выбору препаратов, которые будут именно снижать пролиферативную активность, менять вот эти все инвазивные имплантационные свойства. Прогестины первой линии препаратов. Наши национальные рекомендации под руководством академика Адамян Владимировна, тоже там принимали участие как раз проблемы эндометриоза и рака. Эмпирическая терапия и адювантная терапия по профилактике рецидивов после хирургического лечения. Видите, различные препараты, и агонисты, и мирена. Всё это используется, и Диногест 2 мг сегодняшний, один из самых таких препаратов, широко применяемых, Визанна. Но в любом случае, за 2-3 месяца до хирургического лечения мы прекращаем всю гормональную терапию для полноценной оценки истинной степени распространения эндометриоза. И тогда хирург сможет провести адекватный объём хирургического удаления всех очагов. Ну, видите, последняя строчка тоже частые рецидивы заболевания эндометриоза. Видите, это каждая вторая, как уже говорил, в течение 5 лет. А при образовании в яичниках онкологическая насторожность на первом месте. То, что мнения разных авторов говорят, 3-4 сантиметра пограничного размера опухоли. А рак яичников в образовании 1 сантиметр видели? Конечно, видели. Поэтому вот нельзя подходить от размера, надо подходить именно от клиники, от степени активности этого патологического процесса. И ещё второй этап, на который надо обращать внимание, это то, что уже тоже вчера и Марина Викторовна Киселёва говорила, овариальный резерв. О чём говорим? Когда оперируем пациенток с эндометриозом яичников, пройти по лезвию ножа. С одной стороны убрать весь эндометриоз, с другой стороны сохранить овариальный резерв. Одна, две, три операции на яичников, пациентке 27-42 года, менопауза, видите, через год, через два, через три. Лечим эндометриоз, стараемся пациентке принести желаемую беременность, а потом у меня уже специалисты ВРТ говорят, что ничего у вас не получится. Все международные рекомендации сходятся в одном мнении, что лечение эндометриоза комплексно, должно проводиться в клиниках, где есть обширный опыт возможности лечения данного заболевания. Поэтому сейчас уже организованы центры эндометриоза, где как раз и сосредотачиваются эти все пациентки, и где есть и хирурги, и урологи, и онкологи, и акушеры, и женская консультация. И эта пациентка, уже раз один попав под наблюдение специалистов, она уже никуда не уходит, и проводим ей лечение именно в соответствии со всеми стандартами. Поэтому определение какое? Эндометриоз мы рассматриваем как хроническое заболевание, постоянно прогрессирующее. Лечить пациенток эндометриоза надо один раз хирургически лечить, и потом проводить ту или иную терапию, которая будет способствовать профилактике развития рецидивов данного заболевания. И, естественно, онкологическая настороженность, понимать, что мы оперируем пациенток, с каким диагнозом – это на первом месте. Спасибо. Спасибо, Сергей Александрович. Есть ли вопросы? Спасибо. 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 Спасибо.